всем привет сегодняшний выпуск будет посвящен мостам и неспроста передо мной лежат уже мосты от ванквиш феникс пластиковые пластиковые корпуса внутри как обычно у них все металл все хорошо у нас каленый металл надежно ванквиш все дела но пока не нам сейчас не нужны а нужны нам две коробочки смотрим вот такие замечательные маски в сборе недавно начали продаваться на алиэкспресс как я уже до этого говорил братья китайцы очень-очень шагают вперед по производительности и нужно посмотреть что у нас по качеству винты отлично вот такая вот наверно красота по факту эта фрезеровка и есть уже косячок я думаю его видно такое чувство что либо механическое повреждение но может быть во время надировки съела с этим я уже спешусь продавцом будем решать вопрос но сейчас это не важно почему интересны данные мосты данные мосты формы их форма мостов форму кулаков и в целом компоновка она полностью повторяет корпуса мостов тюнинные для от точнее ванка для и же пластиковых мостов ну или как же обновление ваших мостов вот в с4 pro на первый взгляд очень даже неплохо именно что неплохо есть огрехи по анодированию или это грязь обработка по обработке в принципе очень даже ничего то есть нет ощущения что я купил какие-то дешманские мосты и сейчас я буду лепить нет создается полностью ощущение готового продукта качественного какие плюсы тут оригинал они повторяют не просто форму ванковского тюна но они повторяют и форму кулаков их конструкцию здесь видны вот эти вот закладные в которые у нас закручиваются так фокус вот он нет очень очень классно сделано естественно вы идете потом заказываете надпись курье вот сюда на крышку и для полного кайфа меняете болты так hex и отдельный разговор это hex и потому что они тоже повторяют у нас ванковский hex и вот с этой ступенькой которая под их диски методы очень хорошо садится и более плотный контакт перед глянули здесь уже нету никаких нюансов все замечательно это у нас что это у нас а это уже повреждение покрытия можно сразу сказать что несмотря на то что масты чпушные и анодированные прозрачно да качество анодировки немножечко хромает в идеале в идеале их бы перри анодировать у нас есть в россии фирмы которые занимаются этим поэтому в идеале обратиться и все соответственно сюда надпись курье лепите и сюда надпись курье лепите и все у вас не отличимо ну кроме качества немножко анодировки да вот этот момент конечно огорчает но не критично по форме они полностью повторяют повторюсь тавтологии да они полностью повторяют тюн шкурки от ванка при цене за пару мостов сравнимую с ценой одной шкурки только шкурки мостов не считаем кулаки я считаю что даже вот с таким косяком это терпимо не то что терпимо даже это косяк терпимый а сами по себе мосты замечательные но с продавцом решим я думаю этот вопрос а сейчас давайте я вам их разберу и покажу что внутри поехали и 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 так разборка переднего моста завершена поехали осматривать что у нас есть очень качественная обработка вопросов никаких в начале там при разборке я достал мелкую стружку но так вот опять же малейшее касание и у нас анодировка ушла по граням как минимум это видно дальше 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 что у нас здесь грязь какая-то но это все мелочь так ну косозубая главная пара это уже понятно классическая для ванка крепления ведомой шестерня у нас главная пара я думаю будет видно внутренне подшипники стоят без обоймы но это не важно абсолютно потому что что очень классно подшипники уже идут вот с такими пыльниками сейчас где же фокус вот фокус вот фокус замечательно причем что вот этот у нас подшипник что внутренний еще один подшипник тоже и подшипники в кулаках которые стоят и внутренние которые стоят в мосту это очень и очень круто то есть раньше мы покупали мосты покупали еще подшипники и меняли потому что не обслуживаем подшипники очень быстро у них к сожалению выходили из строя далее по кулакам опять же вот эти вот пазы для того чтобы вы могли надавить и вытащить подшипник круто уже все сделано продумано и используются наработки матерых производителей так сказать дальше что по интересному крышечка ну крышечка есть крышечка сняли отдали на гравировку нанесли что еще привода а привода выглядит уже с скажем так визуалкой на надежность как подшипник то хорошо сидит я его хотел снять вам показать он здесь прям забит так здесь забит похоже нет здесь хорошо снялся так фокус 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 слабые места всех приводов всех вот этих вот крестовин которые попадаются на алиэкспрессе это вот эти вот иные фиксирующие которые имеют обыкновение вылетать смазка я уже выляпался дальше интересно как эти будут служить но я думаю так понимаете зачем я это купил с визуалом мы закончили так еще один этот момент вот эти вот эти штуки которые фиксируют наши винты все повторяет форму оригинала ну то есть буквально все и даже здесь было подобие синего разборного фиксатора на винтах но открутились они без каких-либо усилий но самый волнующий вопрос подойдет ли вот это вот на это смысл в этом так что придется разбирать еще и этот мост погнали подойдет с поднимаем и а в в разборка закончена в попытке снять еклипс еклипсу без съемника она у меня улетела где-то потом искать но запас вроде как бы ладно давайте сравнивать вот у нас оригинальная главная пара вот ванка фокус но все новое свежие только забитая смазка и красивая китайская в принципе неплохо ради эксперимента даже попробую сделать вот так нет нет не приканает ну ладно не принципиально сейчас возьмем перчатку и так подготовился давайте разберу сниму отсюда раз до вас до пашечку убираем аналогично сейчас снимаю отсюда 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 не хочет чем-то поддевать что как-то интересно спрессовалась так скинул видим наши 30 т 8 0 30 т 8 т и ставим подшипники которые я даже не вытаскивал подшипники а лишние вот они все у нас хорошо села никаких проблем нету так главное не перепутать по длине у нас они совпадают вообще а а лишние как будто чуть-чуть длиннее я думаю видно на миллиметр на но и соответственно под еклипсу это вот особенность китайских мостов почти все что мне попадалось когда-либо у них у всех есть под еклипсу так дальше пора попробовать это все поставить на свое законное место сейчас мы возьмем отсюда подшипник возьмем сказал подшипник сразу его сюда поставим кстати подшипник то есть у всех такой мощный берем ведущая один вывалился да интересно этот момент я почему-то не проверил хотя опыт уже был негативный по посадочным это все это все посмотрим люфт ну прям незначительно еле-еле можно даже сказать что это не считается так пишем шайба валяется зачем-то берем нашу оригинальную главную пару ставим ее и вы не поверите все замечательно работает все просто замечательно идеально дальше беру привода так сейчас я сначала подшипник поставлю наверно внешне тоже кулаки сядет по любому же сто процентов замечательно все садится идеально как себе домой оп чуть не потерял было бы обидно и второй привод идеально вообще идеально вывод ну кулаки я не буду собирать оно и так ясно что все должно совпать совпасть плотно сейчас так надо уже не перепутать где китай где не китай слишком уж все одинаково так по приводам ключевые отличия которые вот я увижу невооруженным скажем так взглядом и будут ли они считаться отличиями это уже решать вам пины фиксирующие одинаковые в принципе толщина ушек одинаковая да вообще с виду привода одинаковые на китайских приводах чуть длиннее да чуть-чуть подлиннее вот это вот посадочная фаска которая у вас заходит в гпшку утолщение на котором сидит подшипник вот это по длине такой же толщина приводов соответственно такая же у меня прямо очень такие смешанные чувства того что я вижу в принципе это одно и то же по характеристикам неизвестно как это все будет служить но в любом случае вы получаете за цену одной шкурки два 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 моста в сборе с запасными по факту частями которые когда умрут вы легко поставите оригинал вы ставите оригинал и все и никаких проблем нету я не рассматриваю сейчас вопрос веса сколько весит там пластик сколько весит алюм это не принципиально формованный вот этот вот пластик он по весу будет примерно такой же как фрезерованный алюм по марке алюма я к сожалению не имею возможности проверить какой это сплав в принципе все задний мост уже даже не имеет смысла трогать уже ясно что все совпадает все идеально ну вот и все когда-нибудь у них будут тесты когда до них дойдут руки я думаю кто-то из вас все равно их закажет и будет катать поэтому я буду ждать от вас обратную связь если будут вопросы пишите в комментариях все лайк подписка пишите в комментариях insert всем пока